Вы знаете, что в Энгельсе мочканули летчика стратегической авиации. И вот оставшиеся пять минут нашего стрима я хочу отпраздновать с вами это событие. Звали этого человека майор Стегачев Олег Сергеевич. Майор Стегачев Олег Сергеевич командовал стратегическим бомбардировщиком Ту-95, который бомбил дома, города, убивал детей в Украине со стратегического бомбардировщика Ту-95. Был этому человеку лет примерно 40, я точно не помню, где-то я видел про него инфу. Где-то у меня все было, простите секунду. Сейчас, может, найду. Лет 40 было человеку. Он думал, что он служит родине, убивая украинцев. Он совершал военные преступления и думал, что он высоко летает в небесах, и ему все сойдет с рук. Он думал, что он же недосягаем. Что, кто такие эти жалкие украинцы? Я же великий русский летчик. Меня же в небе-то никто не достанет, думал он, понимаете? Вот этот вот товарищ, который нам вовсе не товарищ. Значит, а вот, 1883 года рождения, 23 июня он родился. Точно я угадал, 40 лет, но это я по рылу ему пропитому угадал. 40 лет ему было, и есть фотографии его с его вдовой, есть фотографии его с его сиротой, дочкой. Дочка сирота у него теперь осталась. Потому что пристрелили, пристрелили путинского сокола наши агенты главного управления разведки. Сами, правда, они сказали, мы его пристрелили, но точно не знаем, сдох, не сдох. Это позывные, знаете, как это называется? Бывают позывные свой-чужой, а это позывные сдох, не сдох. Нет, 83-й год рождения, июнь, значит, ему сейчас 40 еще было. Умер, скончался на 41-м году жизни от скоропостижных ранений в голову. 7 скоропостижных ранений в голову. Второй такой случай за время войны, когда именно военных преступников уничтожает наша разведка. Есть случаи, когда просто ликвидировали вполне себе военных, ну типа там вот этого Владлена Татарского. Он просто военный, его просто убили, это нормально, это война. А тут именно ликвидация точечная военных преступников. Что вот этого, значит, летчика Сту-195 в Энгельсе, что до этого в Севастополе пристрелили, как вы помните, на пробежке спортсменом он был, так сказать, да, командир подводной лодки, который Краснодар, она, по-моему, называлась. Он тоже убивал людей в Одессе как раз, запускал ракеты «Калибр» по Одессе, и его пристрелили наши разведчики. Это приятная акция в стиле Моссада, конечно, израильского. Израильский Моссад, напомню, все время был знаменит подобными вещами, когда на Олимпиаде в Мюнхене палестинские террористы напали на спортсменов израильских, убили делегацию израильских спортсменов, там 8 человек, по-моему, то потом все, был составлен список, и Голдемейр приказала каждого уничтожить, где бы он ни находился. Их отлавливали по всему миру и перестреляли всех, перебили просто всех. Каждого. И не помню, как операция называлась, уже забыл. И вот сейчас то же самое произошло с вот этим вот летчиком российским. Вы знаете, если бы он дождался конца войны, он бы дождался суда. Он был военный преступник, его бы обязательно посадили в конце. Сколько бы ему дали? Ну, 10 лет, максимум 20. Поэтому, если бы он сдался правосудию сейчас, остальным русским летчикам я предлагаю сейчас сдаваться украинскому правосудию. Приезжайте в Украину, вас здесь примут, осудят, будете сидеть спокойно, тепленько в тюрьме. А так вы будете уничтожаться по одному. Да еще, знаете, там, а не дай бог, рядом бы оказались ваши родственники, это же было бы неприятно, правильно? Поэтому ликвидация летчиков в таком МОСАД-стиле, это прекрасно. Кстати, Украина не нарушила при этом. Вот, понимаете, Израиль, когда уничтожал так террористов, все-таки нарушал международные законы. Не, я поддерживаю это, но нарушал. А вот Украина не нарушила, украинские воины не нарушили ни одного закона. Объясню, почему. Международное законодательство Женевской конвенции говорит следующее. Если ты, значит, военный, то есть, а он военный, то даже если он не военный преступник, то его можно любым способом уничтожать, любым способом и в любом месте, по месту базирования, в его собственной квартире можно прийти ночью и вот так. Ну, где угодно, если он военный. Но если бы он был работником военного завода, то нет, тогда нельзя. Тогда только на самом заводе. Это вот тонкая разница. Надо соблюдать международное законодательство даже в таких ситуациях. Мне кажется, для Украины это очень важно. Поэтому приятно, что вот это уничтожение убийцы, которое убило столько людей в Украине, оно произошло все-таки в рамках международного закона, в рамках Женевской конвенции. Да. Это приятная, по-моему, новость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова